всем огромный привет друзья привет мои хорошие ну что сегодня я рискнула и вышла уже иду на маникюр мне надо было идти 1 июня вот ну так как я себя очень очень плохо чувствовала я попросила чтобы меня перенесли куда-то переставили здесь вообще с этим очень очень сложно но в общем перенесли старалась конечно брать такие я себе взяла запись на пол девятого ну чтобы выйти с домом чтобы не было еще такого сумасшедшего солнца и не идти по в жарюку но теперь конечно буду идти тогда когда есть время но сегодня так еще скажем так солнышко такое тучкой прикрывается ну в общем нет такой несусветной жары я вышла на час раньше надеюсь на то что потихонечку полегонечку не смогу дойти потому что уже такое уродство надо срочно навести порядок потом еще хочу зайти в магазин березка купить надо соды потому что мы с юлей когда болели всю соду сожрали я так образы сожрали то есть постоянно делала каждый час делала эти полоскания полоскания для горло до морская соль с содой и заставляла юлю выполаскивать свое горло и и короче там практически уже нет соды нужно прикупить вот чтобы стояла мало чего не дай бог еще опять это заболеет чтоб было и этого и хочу купить масло душистого для салатов не знаю почему то знаете так когда мамы долгу нет я я так привыкла уже к этому оливковому маслу вообще я и жарю только на оливковом и салаты только там пусть мы там для салатов берут там экстра верджин да ну в общем а мама моя не любит моя мама очень не любит оливковое масло плавно все равно перетягивает на этот на подсолнечное но я хотя бы для салата беру вот этот подсолнечное масло душистая тогда с ним получается вкусненький салатик ну и естественно естественно нужно прикупить мороженка чтобы прийти домой и порадовать мамулечку вкусняшкой ой как она у нас любит мороженое прям как ребенок так что чуть-чуть тенечек покажутся потому что глаза очень сильно валят не знал последнее время я делаю то что не очень всегда любила ранее очки а сейчас я и не снимаю потому что просто не могу такие идут прямо рези в глазах вот от солнца солнце злое кошмар фух вчера вечером ходила гулять с данилом вокруг парка уже у вас не брала не снимала потому что данил мой не любит когда я хожу с ним гулять когда я беру в руки камеру его начинает аж тряс обучить он говорит мы не с тобой прогуляться поговорить или ты как всегда со своей камерой но все я обещаю я не буду брать никакую камеру мы идем с тобой только ты и я то чуть-чуть прошлись и все асфальт поднимается и все поднимается все прихожу давление мере и давление на нуле но чего ничего там не лидия по моему как девочка писала что я лежу не могу так что вы мне обещали что вы встанете и будете ходить так что давайте я иду за вами поднимайтесь и будем с вами ходить если мы сами себе не будем помогать нам никто никогда не поможет так вот и еще там не вчера с девочкой общалась с танюшкой сказание они меня смотрят мамочка ее и я хочу им передать огромный огромный привет петятося камешка вам огромный пламенный испанский привет вот спасибо что вы со мной я очень-очень рада я вас целую и вам крепкого крепкого здоровичка так вот все мои хорошие пошла я потихоньку ноги не так слушаются как бы этого хотелось ну что делать что на машину еще не заработала так что он как говорится не умеешь работать головой работой ногами все роднольчики потопала я чтоб вам не не хэкать не пэкать в камеру и уже потом включусь не знаю покажу что я опять ничего не хочется менять у меня слушайте у меня еще такого никогда не было чтобы я ходила на маникюр и ничего абсолютно не хотела тупо просто вот френч и все такого у меня не было я каждый раз что-то меня вы меняю меняю особенно я любитель всего яркого а это чё то вырубила выключила яркость захотите хочется какого-то спокойствие пастельности какой-то но ничего то ли еще будет встретимся с вами позже все ребятушки я уже вышла сделала вот тебе такую легенькую нежную нежность нежную нежность фух наконец-то для меня очень очень сложно сидеть на месте вот так вот без толку пути вроде бы болтаешь но все равно вот так этот кондиционер работает комфортненько сразу глазочки стали закрываться и сегодня у девочки тут смотрю вот видите у них везде в этих старых постройках вот такие кондиционеры у нас такие нельзя потому что у нас центральный получается нет вот этих блоков а только решетки в каждой комнате это не так удобно потому что мне постоянно там допустим жарко и им холодно и а 3 не отрегулировать так как это вот сегодня думал пойду и узнаю если я вот такой вот блок поставлю именно у себя на балконе разрешат мне для того чтобы такой вот кондиционер можно было бы поставить к себе в спальню мои мне жарко они бы себе не включали а я бы себе в комнате включила бы и охлаждалась все я иду сейчас в березку кое-что там подкуплю и все и буду идти домой что-то ремонтируют там так было прохладно у девочки все это сейчас прям такой резкий сумасшедший перепад температуры прям до дурноты видите гречка у нас золотая 6 евро 40 центов 595 короче и это не килограмм так сода мне нужно сода евро 75 так масло душистые 5 евро 35 ну что будем брать и что делать но подорожало прилично нифига себе у нас в Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но дело в том, что решила просто этот раз проверить Потому что этот раз очень сильно отекаю Прям очень сильно И вес поднабрала Вот, и решили сделать сварчом Типа такой эксперимент В плане того, что посмотреть Может препарат нужно будет поменять Может что, почему Почему так? Потому что, в принципе Такого, чтобы хлеб там Сдоба такая, знаете, там Присутствовала постоянно В моем питании нет Ну уж как-то так Вот Ну единственное, что еще купила Эту Такую пачечку творога Не знаю, что на меня нашло Но Я ничего не люблю Именно с творогом Ну я могу, допустим, там еще Запеканку Или сырники, да, съесть Но Не люблю Прям панически Не люблю там Вареники с творогом Или Какие-то там Пирожки Или что-то Ну вот что люди делают с творогом Для меня это нет А сегодня Мне почему-то захотелось Вареников с творогом И я знаю, что Я могу их не есть Это вот просто какой-то Сдвиг В голове Произошел Вот Хочу и все Да Вот Ну не знаю Будет или не будет Или просто Может потом Сырники Как-то на завтрак Пожарю Ну во всяком Случа И я купила Фух Какая неимоверная Жара Я как-то шла Было Так хорошо Капец Мне надо Очень срочно Купить какую-то Такую себе Шляпку Знаете, чтобы В платье Можно было Ходить не в кепке Спортивной А именно Эта Шляпку Потому что Та шляпа с полями Которая у меня есть Я ее померила Но она Вообще Черт и шо Она больше Конечно Для моря Предназначена Там такие огромные Поля И они еще Такие Кусаются Скажем так Такая неприятная Шапка Вот Фух Ребятушки Капец И не присядешь Теперь И не отдохнешь Чтобы потихонечку Идти Потому что Несю Мороженое Пока Пока дойду домой Донесу Просто сладкое молоко И вроде бы Такое Ничего не взяла Что я взяла Мороженое Взяла чай Взяла чай Соду Литр Масла Взяла Вот такую Вот 450 грамм Творог И все И взяла себе Вот за 2,70 Вот такую вот Краску Для бровей Вот Потому что У меня хоть Татуаж Да Но все равно Волоски Вот растут И сейчас Жара Солнце И Свои волоски Выгорают И чтоб им Так придать Немножечко Такую Сочную Скажем так Форму Нужно Немножечко Подкорректировать Все ребята Я отключаюсь Потому что Мне неудобно И так От жары От жары Дурно Камера Вот в тенечек Заходишь Ветерочек И знаете Прям так вот Комфортно Прям вот Комфортно Но на солнце Конечно Жарко Жарко Все Я вас обнимаю Всех целую Всем хорошего дня Всем крепкого здоровья И До встречи Пока Пока